Я выбираю, то есть этот ролик наберет миллион просмотров, выберу один из самых лучших комментариев и разыграю вам миллион рублей. Разыграю айфон. А здесь народ сидит и все курят. Мориквана полулегальная. Вы уверены, что хотите? Всем привет, мы находимся в аэропорту Шереметьево и летим в Барселону. Женьком Гаврильном летим учиться. Не просто так, а летим на тренинг. Очень-очень крутая вещь. Многие так говорят, а мы летим это дело проверить. Все топовые предприниматели, а топовые предприниматели, и я имею в виду людей, которые зарабатывают больше, чем 50 миллионов рублей в месяц. Рекомендую это. На основе этих рекомендаций я сейчас согласен с поехать. Я думаю, что это. И, кстати, туда прилетит Макс из Германии. Еще там будет Вика, которую вы видели тоже, когда я был в Барселоне. Она нам уже подготовила программу. И в свободное от учебы время я надеюсь, что мы что-нибудь для вас поснимаем. Сань, ты что там, книги читаешь? Да, слушай, купил себе такую вещь прикольную. Покетбук называется. Знаешь, как Ксерокс. Есть много разных фирм, да? Но первые придумали Ксерокс и больше всего продавали Ксероксов. То же самое Покетбук. Их больше всего продают. Три четвертих примерно продажи этого. А где ты электронные книги берешь? Скачиваю с интернета. Да, он всеядный. То есть вообще абсолютно любой формат. Любой формат, да? Да. И знаешь, чем прикольно? То, что здесь глаза не устают. Экран вообще не мерцает. То есть можно и ночью читать здесь. Как реальная книга, да? Как реальная книга. Да, вообще ничем не отличается от книги. И что, батарею держит-то хоть? Месяц, на месяц хватает. Ну ладно. Да, и можно на пляже тоже, если солнце есть. То есть экран не бликует. Вообще охеренная вещь. Стоит 8 тысяч долларов. То есть недорого. В общем, чтобы меня не спрашивали. Вдруг кто заходит, что знает, что за модель. Я ссылку на нее в описании оставлю. Муча с грасиас, господа. Мы находимся в Барселоне. Здесь уже лето полным ходом. В общем, идем гуляем. В 3 часа у нас начало тренинга. Волнуешься? Да не, не волнуйся вообще. Пока идем изучать местные красоты. Смотрите, какая тема крутая. Прикос, что я уже 2 раза в Барселоне был. И в этом месте я первый раз. Скорее всего, это самое популярное здесь место. Все фоткают просто воду и фонтан. Прям такая населяет, да, идем? Да, здесь летом, наверное, все спасаются от жары. А смотрите, какого цвета голубя. Короче, ребят, смотрите. Женек мне подарил очки. Огонь. Парень с Бомиладеша, я просто забыл очки в номере. Он нам продал. Мне ни один видеоблогер ничего не дарил, Женя. Ладно? Слушай, я тебе не дарил, я тебе ничего дарил. А, не, ничего не дарил. Вот, кстати, подарок, не дожди. Пацанами скидывался вообще. А, тогда дарил. Я очень крутой гость, я скидываюсь и не прикажу. А здесь народ сидит и все курят. Чувствуешь, да? Шмалью пахнет. А здесь везде так пахнет. Здесь, кстати, марихуана полулегальная. Есть кофешопы, где можно... Специальные кафе, в которых люди приходят и курят. Запускают только своих. И вот мы, например, здесь находимся с дайдерами. В общем, ребят, сегодня вечером приезжает Макс. Он уже 5 часов где-то вечера прилетает из Ахена. И Вика тоже приедет. Поэтому у нас будет компания повеселее. До тренинга еще 2 часа. Слушай, ну я поехал, давай, в отель встречаемся, ладно? Давай. Мне нравится у них церковь, то, что все могут заходить. Каждый может присесть, помолиться. Да, никто... Ну это норма здесь. Я вот замечаю, что в протестанциях церкви, когда ты заходишь, у тебя ощущение радости. Да, да, да. То есть там светло, как и ярко, классно. Ребята, можно устриц поесть. Круто. Сейчас мы присядем и затестируем. Вот здесь. Это пепел. Вот? Это пепел. Да. Это пепел? А, нет, это дерево. Они посыпали специально деревом. Да, ты прав. Я не знаю, но это ваша. Так что я не знаю, но ты прав. Ты хочешь острый и белый ван, да? Вы предпочитаете бутылку или глаз? Глаз. Да. Два глаз. Два глаз. Да, я уверен. Два глаз и белого ван? Так, вы уверены, что хотите? Да, я поспал. Маскодина. Кава. Кул. Ай, как я люблю. На самом деле, очень хорошо именно утром приходить. После бурной тусовки здесь все собираются. Но они не в такие места люди ходят. В основном на рынок приходят. Спасибо, люди, друзья. Приятно, приятно. Спасибо. Это безумно. Они просто таяют. Ребята, вот мы приехали к Раун-Плазе. Берселона Фира-Центр. И сейчас мы, наверное, первые. У нас сейчас обед. А, да, у нас сейчас обед и знакомство с теми, кто будет проходить этот же тренинг. Вот оно. Настала креативность менеджмента. Тот самый момент. В общем, я очень сильно рекомендую, постараюсь себя воспринимать это как игру. Окей. Это все будет не по-настоящему. Александр? Есть. Наверное. Я наслышал. Спасибо, мы тоже о вас много слышали. Хорошего. Спасибо большое. Что? Вот наша группа. Жень, ну давай. Подвези итог. Первый. Да. Пока твой идет разогрев. Ну, тоже плохо, Настя. Еще непонятно, о чем. Хочется спорить, но чтобы не фокусировать внимание на себе, просто слушаешь, принимаешь новую информацию. На самом деле, прикольная механика. Мы общаемся, знакомимся. То есть, самое интересное пока сейчас. Как ты еще в день не переодевался на ультуре. Я надеюсь, что этого не будет. Давай, если этот ролик наберет миллион просмотров, ты переоденешься в геев и будешь по Москве ходить. Ну, сделай мне рейтинги. Я выбираю, что если этот ролик наберет миллион просмотров, то я выберу один из самых лучших комментариев и разыграю вам. Миллион рублей. Разыграю айфон. Серьезно? Красава. Только что я развел на айфон, ребят, для вас. Я сейчас буду рисовать красками. Последний раз это делал в школе. Мне сказали нарисовать то, как я себя чувствую. Сейчас я нарисую. Я вот себя вижу подводным охотником, который плавает с акулами. Акулы тебя постоянно забирают в добычу. Постоянно тебя прессуют, держат в форме. Пока ты молодой, пока ты можешь нырять глубоко, ты всего добиваешься. Я тоже ничего не делал, ничего не играет к незнакомым людям, не обнимался. Давай. Вот я сделал все домашние за них. Молодец. Я тебе в WhatsApp звоню уже 50 раз. Че ты не... Макс примчался красного вообще. Жизнь позвонила. И я был готов. Круто. Сейчас поднимемся, Женьком тебя познакомлю. Поехали. Ребята, всем привет. Второй день тренинга. Нам сказали сохранять сознание. Свежим, чистым. Не пить. Мы вчера немножко сидора и вина попили. А сейчас пока второй день тренинга. Да, ребят, ваши любимые очки, ваша любимая куртка. Все для вас, все, как вы просили. Все. Никаких больше других очков, только эти. Половина аудитории бесит эти очки, а половина от них кайфует. Серьезно? Да. Здорово, Сихак. Ты в этой, в экипировке. Короче, это Серега DreamSim. Он приехал специально попиариться. Нет, я просто хожу в этот... Сегодня тусуемся с Серегой, посмотрим, что он нам... Он вызов нам кинул, можно сказать. Ты должен сегодня показать Барселону, как ее видишь ты. Договорились, Серега? А если вы завтра не проснетесь, к тому времени, когда она проснулась? Пофигу, Женя и так вот. Скажу, заброшу. Камер на Серегу, который боится даже одну. Да, да, да. Я, чтобы побороть свой страх, тоже свою добавлю, чтобы... Давай, Серег, типа не мы блогеры, а ты блогер, а мы тебя снимаем. Вот что тебе как нужно общаться с аудиторией? Вот мы твои друзья, а аудитория тоже твои друзья. Ты должен работать на камеру и говорить, ребят, вот мы сейчас приехали туда-туда-то, рассказывай. Куда ты нас привез? Ребят, мы приехали в Тали-отелю, потому что все остальное закрыто. Они вот взяли, переместились в другую точку, мне и так неудобно. Рассказываю, как я боролся с тем, чтобы научиться говорить на камеру и не бояться этого. Самое первое, я выпивал, ну то есть при этом это было 2 или 3 интервью всего, на которых я брал просто 50 грамм коньяка, по-моему, первый раз выпил, потом пиво, по-моему, полбутылки выпил. И это на самом деле очень плохо, то есть лучше говорить трезво на камеру абсолютно, ни в коем случае ничего не пить, потому что когда ты выпиваешь, ты начинаешь иногда говорить, ну, то, что ты не хотел сказать. А сейчас ты более открытый? Я сейчас трезвый абсолютно, не, ну сейчас я уже, у меня нет барьера вот этого между камерой, для меня сейчас камера. Сергей? У меня пока есть барьер. Для меня сейчас камера, это просто твоя рука и как бы, ну, и я знаю, что не прямой эфир, вообще самое страшное, это прямой эфир, когда тебя на телек зовут, и когда тебе говорят там, все, готовься, там, через 3 минуты ты идешь прямой эфир, вот это жопа, то есть ты приходишь, ты... Ребят, мы забрались на кота, которому надо почесать яйца. Подаришь друзьям. Вот первое, мы тебя облегчили, видишь, работу. Спасибо большое. Ну, что так? У меня с момента, когда здесь тусил Дали, они решили не убираться вообще. Это цирка, неплохо. Это цирка, неплохо. Да, 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 да.